Вот, мы экспериментируем, чтобы быть готовым, иначе нам не позднее. Конечно, мне и... С днём рождения, сынок. Поверить не могу, что тебе уже 10 лет. Я так тобой горжусь. Поздравляю, молодой человек. Мне не нужно говорить тебе, что это особый день, верно? Здесь, в убежище 101, когда тебе исполняется 10 лет, ты начинаешь участвовать в общей работе. Так что вот, как смотритель, вручаю тебе твой личный Пип-бой 3000. Привыкай к нему. Завтра ты получишь первое рабочее задание. Веселись, это твой праздник. Десять лет бывает раз в жизни, так что наслаждайся. С днём рождения! Ха-ха, твой папа боялся, что ты обо всём догадаешься. Но я сказала ему, чтобы не волновался. Тебя так просто обвести вокруг пальца. Всегда пожалуйста. Но на самом деле почти всё сделал твой папа. Я просто помогала всё украшать. Эй, спорим, ты не угадаешь, что я подарила тебе на день рождения? Ну, угадай. Ха-ха, я знала, что это будет сюрприз. Кто твой любимый варвар? Правильно, Грогнок. Выпуск 14 и все страницы на месте. Хочешь верь, хочешь нет. Нашла его в коробке папиных старых вещей. Представь себе, папа читает комиксы. Наверное, всем когда-то было 10 лет. Ладно, лучше я отпущу тебя пообщаться с остальными гостями. Потом поговорим, ладно? С днём рождения! Ух ты, у тебя есть пип-бой. Хочу, чтоб мне поскорее стало 10. Правильно. Да. Да ничего не надо. Нет. Давай. С днём рождения! Эй, с днём рождения! Праздник удался? 10 лет, боже мой. А ведь твой папа, кажется, только вчера пришёл. Ох, не слушай, мои бредни. Ты же ждёшь подарка, верно? Какой ты милый, вежливый юноша. Береги этот дар, свою честность и прямоту. У нас тут это в дефиците. Вот, держи, сдобный рулет. Я его специально для тебя сегодня утром испекла. И можешь ни с кем не делиться. Сегодня твой день. Энди, подожди. Неплохой, кажется, вышел праздник. Для малыша. Шарики, колпаки. Не то, что моя вечеринка, конечно. Помнишь, как мой папа заставил Энди показывать фокусы? И как мы все потом играли в догони мутанта в Атриуме? А, ну да, тебя же на мою вечеринку не приглашали. Какая жалость. Вот там было реально весело. Эй, вонючка. Отличный праздник. Мать заставила меня прийти на твой дурацкий праздник. Но не думай, что я буду с тобой тусоваться. Отвали бездолго. Я хочу есть. А этот дурацкий робот испортил весь торт. Дай-ка мне булочку, которую тебе дала бабуля Палмер. Не смей так говорить о моей матери, сволочь. Я об этом пожалею, мискочка. Я же просила тебя не быть таким официальным. Я понимаю, что ты шутил, но не уверена, что остальные. Глупости. Людям всегда нравятся мои выступления. Кроме того, нужно иногда напоминать твоим сиям, что жизнь. Надеюсь, Буч тебя не побил. Не расскажешь, что вообще случилось? Вот же мелкий... Как я понимаю, он первый начал. С самого рождения от него одни проблемы. Я с ним разберусь. А ты старайся держаться от него подальше. Только веселые игры. Ну ладно, Буч. Ах, это же праздник. Здрасте, офицер. Ты в порядке? Буч тебя снова достает. Приятно слышать. Только дай хулиганам сесть тебе на шею, конца и края этому не будет. Ну ладно, держу пари, у многих еще есть для тебя подарки. Папа, ты бы тоже попробовал повеселиться. Ну все, с меня довольна, Буч. Твоя мать непременно уст... Нравится тебе пип-бой, сынок? Нормально сидит? В общем-то да. Рад, что тебе понравилось. Некоторые считают, что серия А малость примитивна, но я всегда любил их за надежность. Заболтался я про твой пип-бой и напрочь забыл о подарке. Вот, держи. С днем рождения. Не ахти какой подарок, но надеюсь тебе понравится. Чем могу служить, хозяин? Он что, наслечал вам, что это я виноват? Так что такое с Бучем? Поверить не могу, что он затеял драку на твоем собственном празднике. Вот придурок. Ты никогда не научишься, да? Не умеешь прикусить язык, даже если из-за этого тебе собираются нос расквасить. О, на меня смотрит твой папа. Дам-ка я всем остальным тебя тоже поздравить. Я не хочу. Да вы знаете, что он мне сказал? Думаешь, он не догадывался? Больше я твои выходки терпеть не буду. Не сомневаюсь. С днем рождения. Надеюсь, ты ценишь вклад Аматы в этот праздник. Ты ей очень нравишься, вот уж не знаю почему. Главное, молодой человек, не особо злоупотребляй ее дружбой. Я все еще смотритель, и я в ответе за это убежище и за каждого его жителя. Ну, кто хочет, чтобы его все время звали жителем убежища? Иногда мне кажется, что ты такой же придурок, каким выглядишь. С днем рождения, сынок. Змеи. Это классно, да? Змеи. Убежища. В любом случае, я рад, что у вас получилось. Ну, не знаю. Может быть. Сейчас отправлю его. Заткнись и дай мне подумать. Как вам разничать из Пауны? Знаете, я помогала все тут украшать. Это был Джонас по интеркому. Мы с ним приготовили тебе небольшой сюрприз. Джонас ждет тебя внизу на реакторном уровне. Иди к нему. Не думаю, что кто-то обидится, если ты пропадешь на пару минут. Правда? Все просто замечательно. Ты просто молодец. То, что я пришел на твой праздник, еще не значит, что я должен с тобой говорить. С днем рождения, девонька. Боже, надеюсь, праздник только начался. Конечно. Боже мой. Уже 10 лет. А я ведь помню, как помогала твоему папе менять тебе подгузники. А теперь вы только посмотрите, какие мы выросли большие. Уже даже свой пип-бой есть. И знаешь, что я сделала по такому особенному поводу? Я сочинила для тебя стих. Специально для тебя. Надеюсь, тебе понравится. Нет, правда, я специально для тебя его придумала. Я никогда не переписываю старые стихи. Ну, правда, был один день основателей, когда я не смогла ни с чем срифмовать слово «смотритель». Но ты заслуживаешь только навехонького стихотворения. Сохрани его у себя в пип-бое и читай, когда захочешь. Здравствуйте, офицер Гомес. Хорошо, что вы пришли. Я рад, что пришел. Думаю, это важно, поддерживать контакты с молодежью. Знаешь, это часть моей работы. Но я люблю праздновать. Что вы здесь делаете, молодой человек? Я думал, детям на реакторный уровень вход закрыт. Ну, конечно. Пип-бой и все дела. Вы только посмотрите. Если ты подождешь еще минутку, папе, думаю, будет приятно самому сделать тебе сюрприз. Ну что, хочешь получить сюрприз? Смотритель выдал тебе пип-бой. Это значит, что теперь тебе будут поручать работу. Так что я решил, что пора обзавестись еще кое-чем. Настоящее пневматическое ружье. Старое, конечно, но должно отлично работать. Джонас нашел его здесь. Было оно в никудышном состоянии. Мы добрых три месяца искали все необходимые запчасти. Знаешь, как трудно найти такую маленькую пружину. Хорошо, что Буч потерял свой выкидной нож. Ха-ха-ха-ха. Ну, что скажешь? Хочешь попробовать? Полегче. Это просто пневматическое ружье, но это не игрушка. Пошли его попробуем. Мы с Джонасом нашли отличное местечко. Следуй за мной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Осторожнее, это рад-таракан. Думаешь, сможешь пристрелить его из пневматического ружья? Просто прицелься и стреляй. С тобой все будет в порядке. Молодец! Одним рад-тараканам меньше. Ну-ка, давайте сделаем снимок на память. Запечатлим момент. Эй, Джонас, сфотографируй нас с охотником на крупную дичь. Улыбочку. У мальчиков и девочек есть разные части тела. И когда мальчик... Мистер Телурия, это неправильно. Откровение 21.6. Я есмь Альфа и Омега. Начало и конец. Насколько я могу судить, ты абсолютно здоровый 16-летний юноша. Так что да, ты должен пойти в класс и сдать козу. Ну, давай. Тебя ждет экзамен. Береги себя, сынок. А теперь беги отсюда. И удачи тебе. Эй, 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 приятель. Давненько тебя у нас не было. Сегодня...